Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по TA Conceptor. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. В прошлом уроке, мы остановились на том, что загрузили грипп в ZBrush для дальнейшей работы. Но прежде чем приступать к Decimation Master, доработаем нижнюю часть ножки, чтобы она была более устойчива. Повторюсь, что Вы можете сделать базовый объект для TA Conceptor в любой удобной для Вас программе. Я просто показываю свой workflow. Так как лично так, мне нравится работать и это удобно для меня. Важен не инструмент, а конечный результат и скорость выполнения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, теперь мне нравится, что получается. Можно приступить к Decimation Master и наконец-то загрузить данный грипп в TAIL. Итак, чтобы сделать Decimation, Вам нужно зайти в Z-Plugin и выбрать Decimation Master. В последней версии ZBrush 2018 и 2018-1, Десимation стал работать еще лучше и добавили пресеты с количеством вертексов. То есть, одной кнопкой можно оптимизировать модель и сохранить все важные детали. Я буду использовать пресет в 35000 вертексов. Итак, у нас 35000 вертексов. Полигонов в два раза больше. В ZBrush идет подсчет именно вертексов. Пожалуйста, не забывайте об этом. Как видите, Decimation Master сохранил все нужные нам детали. И достаточно хорошо оптимизировал модель. Для базовой формы в TAIL Conceptor такого гриба будет достаточно. И я думаю, что даже можно нажать на кнопку с 20000. И еще оптимизировать модель. Как видите, детали сохранились. И теперь можно экспортировать данную модель в TAIL Conceptor. Чтобы импортировать объект в TAIL, нажимаем File, Open Scene и загружаем модель. Возможно, она будет слишком большая. Чтобы исправить масштаб, несколько раз нажимаем на кнопку Scale X 0.5. Если наоборот модель будет слишком маленькая, нажимаем на Scale X 2.0. Как только Вы будете довольны масштабом, нажимаем на New на панели справа, чтобы создать новую кисть. После чего, два раза кликаем на появившейся кисти, выбираем Form и добавляем модель из сцены с помощью кнопки Get option from Scene. Для TAIL Conceptor неважно, как расположена модель. Так как всегда, Вы можете нажать кнопку Fit и она выровняется нужным образом для дальнейшего рисования этим объектом. Затем, в True включаем Deform Alone для того, чтобы рисовать формы объекта в пространстве. Но чтобы объект рисовался правильно, вместо Middle в BS выбираем Constant. Объект будет немного растягиваться, но тем не менее, Вы сможете им рисовать и создавать интересные формы. Делаем имя кисти и делаем ее личной или доступной для всех с помощью кнопок Public или Privat. Итак, кисть готова. Теперь давайте ее протестируем и создадим что-нибудь интересное в пространстве. Например, такую композицию из грибов. Детализируем как хотите и продолжить работу с ней в других 3D редакторах. Как видите, кисть в TAIL Conceptor достаточно мощный инструмент, с помощью которого можно создавать сложные композиции. Выбирая или создавая разные кисти. А если еще использовать Clone режим, то можно получать совсем другую форму. Итого у нас 3 комбинации. Клоун. Китбаш. С помощью которых можно получить уже что-то концептуальное для дальнейшей работы. Итак, я остановлюсь на такой форме и в дальнейшем поговорим о детализации, авторитопа и так далее. Также, обязательно расскажу о том, как получить крутой HandPaint эффект без ручного рисования текстур в Substance Painter. И конечно же, поговорим о Tune Effect в разных рендерах. Сейчас это довольно трендовая тема и я думаю, те, кто видел любовь и смерть роботы, согласятся со мной. Если согласны, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. То, что получилось, сохраняем с помощью файла Save As. И прежде, чем начинать то, о чем говорил только что, я выполню другое обещание. Данное в предыдущей части. Это рассказ о быстром построении каркаса. То есть, когда в TAI строим какую-то конструкцию из боксов и затем в ZBrush или 3D код покрываем это все с 3D оболочкой. Итак, чтобы создать каркас, все что Вам нужно, это выбрать инструмент Box, который позволяет рисовать боксами. При желании, Вы можете создать свою любую кисть такого вида. Я думаю, Вы уже знаете, как это делать из предыдущих уроков. Благодаря цветному манипулятору, Вы можете достаточно точно позиционировать Ваши объекты. Если Вам все равно не нравится, как позиционируется объект, Вы можете создать каждый на отдельном слое. И потом с помощью режима трансформации более точно отредактировать его положение. Продолжение следует... Но я все же предпочитаю быстро строить, как бы набрасывая концепт будущей конструкции. В TAI я не зацикливаюсь на идеально точном положении объектов относительно друг друга. Мне проще быстро сделать скетч и потом приступить к ретопологии. Но при желании, Вы можете сразу строить каркас здесь. Так как сетка бокса это позволяет. Как я и сказал, инструменты трансформации могут Вам помочь в этом. Я же буду показывать свой метод. То есть, я сначала делаю быстрый скетч каркаса. Затем динамеш в ZBrush или 3D-Code. Так как мне не нравится, как здесь работает Remesh для Hard Surface. Для меня этот метод кажется более удобным, нежели создание позиционирования боксов в том же 3ds Max или Maya. А еще используя магический Uplane. Можно достаточно быстро построить сложную конструкцию в 3D пространстве. Итак, давайте построим какой-нибудь каркас и наконец-то поговорим о том, как же его накрыть поверхностью, как в том же приложении для Aculus Rift. Включаем симметрию для удобства. С помощью Ctrl немного отодвигаем Plane от центра и приступаем к созданию скетч каркаса. Я сделаю достаточно простую форму, чтобы не тратить много времени на нее. Итак, я думаю будет достаточно для этого урока. Экспортируем данную конструкцию в Opsh с помощью File Save As и переходим в 3D-Code. В первую очередь я показываю 3D-Code, так как мне намного удобнее покрывать каркас формой именно в нем. После конечно же покажу ZBrush. Итак, выбираем Surface Sculpting и загружаем каркас с помощью данной папки. Обязательно отмечаем эти две опции, чтобы не было никаких проблем с вокселями. После чего нажимаем Apply. В итоге видим, что объект без группы сглаживания. Делаем Remesh нажав Enter и получаем хорошую Hard Surface форму. Все баги формы естественно можно поправить, но урок не об этом. Главная задача сейчас построить по этому каркасу форму. То есть, как бы накрыть его поверхностью. Для этого переходим в Retopo Room. В Retopo Room вы достаточно быстро можете выполнить эту задачу. Для этого выбираем инструмент Point Faces или Quads. Тут, что кому удобно. В Point Faces мне нравится больше, так как Вы видите точки, которые создаете в пространстве. И потом между ними создаются полигоны или треугольники. Ставим точки в нужной области каркаса и строим полигоны. Как только Вы построили первый полигон, можно использовать инструмент Quads. Но, как я и сказал, мне больше нравится Point Faces. Да, забыл сказать. Полигоны между точками создаются с помощью нажатия правой кнопки мыши. «Последний вопрос» «Последний вопрос» Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, Вы получите нужную конструкцию. При желании, можно добавить еще сечение, чтобы улучшить форму. Выполняем данную операцию с помощью зажатого Ctrl. Как можете заметить, все делается достаточно просто и быстро. Теперь давайте поговорим, как сделать то же самое в ZBrush. В ZBrush все тоже достаточно просто. Вы можете использовать 3 топологию. Инструмент для построения топологии кисть Topology. Кисть Curve Bridge, которая позволяет делать мостик между кривыми. То есть просто с зажатым Shift обводим форму кривыми и между ними будут созданы полигоны. Но эта кисть не всегда работает идеально. Поэтому лично я предпочитаю делать построение обложки для каркаса с помощью кисти ZModeller. Так как лично для меня это самый удобный способ ZBrush. У меня эта кисть находится на панели здесь. Но Вы можете ее выбрать в списке кистей. Для этого нажимаем B, затем Z и Вы сразу увидите ее в списке. С помощью Q-Mesh выдавливаю полигон с зажатым Ctrl, чтобы отделить его от поверхности. После чего делаю Split Groups, чтобы переместить его на отдельный Sub Tool. С помощью зажатого Ctrl делаем маску противоположного ребра. Затем нажимаем W. Возвращаем расположение Pivot Point. И трансформируем этот полигон таким образом. А далее уже идет стандартное моделирование с помощью ZModeller. Для тех, кто не знаком с этой кистью, на канале я выпускаю отдельные уроки по этому инструменту. Кстати, если Вы знаете более удобный метод создания обложки для каркаса. Ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Какой инструмент выбирать, конечно же решать Вам. Я показываю то, что удобно для меня. Это все, что я хотел рассказать о построении каркаса и его обложке. Теперь возвращаемся к созданию гриба. В следующем уроке я также расскажу о создании Handpaint эффектов в Substance Painter. И конечно же поговорим о Tune Shader в разных рендерах. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!